Волосы – одна из самых важных для женщин составляющих образа. Однако, чтобы выглядеть дорого и безупречно, недостаточно иметь только красивую прическу. Важно все, макияж, форма бровей, аксессуары у лица, крой одежды и оттенки, стили, конечно, аксессуары. И самое главное, все это должно быть соединено в единое целое. Длинные волосы – это в первую очередь уход. Здоровые блестящие ухоженные волосы, красиво обрамляющее лицо, лучше любого украшения. Поэтому будьте готовы вкладываться в уходовые средства и процедуры по уходу. А теперь подробнее, какие тенденции актуальны для для девушек с длинными волосами стрижки. Лесенка не всегда длинные волосы смотрится хорошо в одной длине, с четкой линией среза. В таком случае рекомендуется лесенка. В варианте с длинными волосами, это ступенчатые срезы волос, часто только со стороны лица. Прием хорошо обрамляет овал, дает прическе элемент небрежности и архитектурности. Каскад вариации каскада, нестареющая классика на длинные волосы. Могут быть разные варианты челки, прямая короткая, удлиненная или вариант без челки. Заметная шапочка, или более плавный переход к длинным волосам. В любом случае у волос весь объем разделен на два длины, более короткую и длинную и возможно филировка. Прически, сейчас на пике популярности прически с продуманной небрежностью, легкими волнами, незамысловатые прически с собранными волосами в хвост или пучок. Главное, легкость, воздушность и натуральность прически. Легкие волны в последнее время мода на натуральность просматриваются не только в укладках, но и в окрашивании. Мягие волны, часто прямые на концах прядей смотрятся ненавязчиво и натурально, в отичье от гламурных голливудских локонов и ретро-волн. Невидимкий пучок-пучок в этом сезоне высокий, небрежно собранный. Носит его с челкой и бис, с небрежно выбивающимися прядями. В этом и весь шарм данной прически, так как в ней нет правильности излишней чопорности. Не первый сезон в моде заколки. В этом году, это невидимки, при помощи которых не только фиксируются отдельные пряди, но и создаются ретро-локоны и декор прически. Окрашивание и растяжка самое популярное окрашивание на сегодняшний день. Идея техники, плавный переход от натуральных или темных прядей к более светлым или ярким, цветным. Часто используется техника милирования плюс тонирование или обесцвечивание, чаще у брюнеток. И затем тонирование с мягким цветовым переходом насыщенности или цвета, градиент. Натуральные оттенки с каждым годом все больше возвращаются моды на натуральность во всем, в том числе на оттенок волос. Волосы, окрашенные в один тон, без переходов цвета и ярких прядей все чаще встречаются на подимах. Главный акцент, это ухоженность волос, природный блеск, шелковистость. Волосы не пушатся, красивые аккуратные концы. Концепция, волосы, как аксессуар, дорогое шелковое полотно. Эффект выгоревших волос не менее популярное окрашивание, чем растяжка. Благодаря мягкому неконтрастному переходу в более светлый или яркий оттенок, создается иллюзия выгоревших на солнце волос. При этом цветовые переходы совсем незаметны, без видимых прядей. Укладка создается при помощи утюжка или других стайлеров для волос. Затем фиксируется и формируется руками с помощью специальных текстурирующих средств. Спреев и глины для укладки. Не забываем про прикорневой объем. Низкий хвост в моду вошел, низкий плотно затянутый хвост. Гладко зачесанный, декорированный собственной прядью волос или кожаным шнурком. Волосы, как шести, переливаются на свету, уходя в другой оттенок на концах. Такое окрашивание хорошо смотрится на любой длине. Прически текстуированные слои смысл этой укладки в том, что волосы ложатся отдельными прядями, создавая фактуру и объем прически. Нет видимости гладкого полотна волос. Получаются небрежные естественные локоны. Смотрится очень лаконично и стильно. Не усложняет портретную область, перенося акцент на линии лица и макияж. Подходит как дневного, так и для вечернего туалета. Продолжение следует...